Ямочный ремонт в Люберцах подходит к концу. Работы завершатся полностью к концу июня. Всего по городскому округу Люберца уже отремонтировано около 4600 ям. Напомним, восстановительный дорожный сезон продлится до 15 октября. Подмосковье в текущем году планируется реконструировать участки дорог протяженностью более 3000 километров. Сейчас в регионе заделали уже 60% ям, выявленных с начала наступления ремонтного сезона 2017. Ямочный ремонт дорог мы заканчиваем на этой неделе. В программе у нас было 4600 ям. И к середине недели мы закончим тот ямочный ремонт, который запланирован в поселениях. Выбирали подрядчика для выполнения ремонтных работ на конкурсной основе. Уже составлен план-график по городскому округу Люберцы. На текущей неделе начнется дорожный ремонт. Мы планируем организовать текущий ремонт дорог в двух очередях. В первую очередь дорог у нас будет в Малаховке улица Гаражная, Цветная, в Томилино, это Некрасово, Тургенево, Ломоносово и в поселке Егорово-Алмазное. В Октябрьском это Трудовая улица, в Красково-Гоголя второй проезд Пушкино. Во вторую очередь для ремонта войдут улицы в Люберцах, Урицкого, Павратимов, Михельсонов, 2-я Красногорская улица, 65 лет победы, 8 марта, Попова, Власова. В Малаховке улица Новомалаховская, в Томилине улица Крылова, Лермонтовская и Ломоносова. Всего мы планируем в этом году провести работы по 24 улицам на сумму более 75 миллионов рублей. Если так сравнивать по отношению с 2016 годом, мы провели ремонт 16 улиц на сумму 63 миллиона. Также власти городского округа планируют начать восстанавливать Зенинское шоссе в начале июля. Завершатся работы к 1 сентября 2017 года. Будет проведен ямочный ремонт на железнодорожной улице в Люберцах. Вся дорожная реконструкция осуществляется на средствах муниципального бюджета. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.